Всем привет дорогие друзья! Вы на канале IT-Doktor. Сегодня я, как и обещал, расскажу вам, как сделать красивое меню к нам на сайт. Я открыл здесь браузер, редактор и подключил Live Reload для того, чтобы у нас сразу же синхронизировался результат нашей работы. И, конечно же, запустил OpenServer. Давайте приступим. Мы рассматривали ранее списки, такие как OL и UL. Сегодня я расскажу вам про еще один вид списка. Он появился довольно недавно. Это TagMenu. В принципе, он практически ничем не отличается от тега UL. Но, конечно же, рекомендую вам использовать его, так как это лучше для SEO-разработки. Давайте создадим TagMenu. Внутри него напишем li. Точно так же, как и у OL и UL, у нас есть элемент li. Внутри создадим ссылку. Напишем href равно решетка link$. Ли умножим на 5 и нажмем Tab. У нас получается такая вот конструкция. В принципе, это нам все, что нужно. Давайте сохраним. Мы видим, у нас появляется 5 ссылок. Пока что это выглядит не очень красиво. Дальше у нас все оформление будет делаться в таблицах CSS. В файле main.css. Несмотря на то, что этот видеокурс не о CSS, тем не менее, я покажу вам некоторые возможности. И мы сделаем все-таки это меню. А в дальнейшем, когда мы будем изучать подробнее CSS, я покажу вам больше особенностей. И мы научимся создавать оформление любой сложности. Давайте для начала, для тега nav, укажем некоторые параметры. Например, background. Я укажу решетка. И выберу отсюда цвет. Какой-нибудь оранжевый, например. Точка с запятой. Поставим border radius. Это у нас скругление краев. Сделаем 5 пикселей. Высоту 50 пикселей, я думаю, будет достаточно. Line height. Это у нас межстрочный интервал. Нужно его стоять как высоту, чтобы все было по центру. И сделаем, давайте, максимальную ширину 900 пикселей. Чтобы оно не было слишком широким у нас. Сохраним. Мы видим результат. Но пока что наши ссылки стоят так же не очень красиво. Давайте продолжим оформлять. Меню. List style. Нам необходимо поставить none. Для того, чтобы маркеры наши пропали. Сохраняем. Видим, что маркеры исчезли. Отлично. Теперь меню. Ли. Поставим display. Inline block. Сейчас вы поймете, зачем мы это сделали. Я нажимаю сохранить. И вы видите, что они выстроились у нас в горизонтальную линию. Это нам и надо. Теперь выставим padding. Это внутренние границы. Сделаем таким образом. Пока что, если вы не понимаете всех этих значений, не переживайте. Это не слишком критично. Мы будем дальше это все рассматривать. И вы будете все прекрасно понимать. А пока что, я просто хочу вам показать возможности. И сделать обещанное меню. Возможно, оно будет вам полезно. Такой вот цвет. Да, светло-синий. Отлично. Высоту также поставим 50. Morgin. Давайте пока не будем ставить. Я сейчас вам покажу, в чем проблема. Мы сохраняем. И видим, что у нас между ними такие небольшие отступы. Поэтому мы поставим Morgin. 0, минус 2 пикселя. Сохраним. И видим. Теперь они у нас стали вплотную. В принципе, нам так и надо. Теперь напишем border. Border. Right. Solid. То есть прямая линия. В ширину 2 пикселя. И черного цвета. Это, как вы видите, у нас граница справа. Добавилась у всех наших элементов. Это для того, чтобы наши пункты меню как-то отделять друг от друга. Теперь вы видите, что у самого первого элемента у нас нет границы. Мы, если мы поставим здесь, давайте я вам покажу, border left, то есть слева, точно таким же образом, у нас получится неправильный результат. Вы видите, у нас здесь границы стали широкие, потому что они там совпадают два раза, а по краям нет. Чтобы нам сделать все красиво, нам нужно поступить следующим образом. Меню ли first child поставить border left solid 2 пикселя черного цвета. Теперь вы видите, что у нас все корректно. Зачем нужна такая конструкция first child через двоеточие? Это означает для самого первого под элемента. То есть для самого первого ли у нас будет такой вот стиль. А для всех остальных мы используем границу справа. И получаем вот такой красивый результат. Теперь также создадим li-hover. Это для того, чтобы у нас стиль выполнялся при наведении на данный элемент. Давайте поставим background. У меня здесь есть один интересный цвет. 007dd9. Вы можете, конечно же, выбрать любой. Это вот такой цвет, чуть-чуть потемнее. Теперь смотрите, что произошло. Мы наводим и видим, что цвет меняется. Это уже довольно красиво. И, в принципе, нам осталось поработать немного с цветами ссылки. Давайте этим и займемся. Меню ли а. Конечно же, дальше я буду рассказывать вам про эти конструкции, как их записывать. Их можно записывать тоже, как вы видите, через двоеточие, через пробел, через вот такую вот стрелку. Но пока что можете просто понаблюдать за моими действиями. Дисплей поставим также. Online block. Высоту 50 пикселей. Цвет. Можно написать C. Решетка 0. И нажать Tab. И вы видите, получается сразу у нас Color. Черного цвета. Три нуля это черный цвет. Либо же шесть нулей. Это одно и то же. TDU. Tab. Text Decoration Underline. То есть, подчеркивание снизу. А для такого вот стиля. Меню ли а. Двоеточие. Ховер. То есть, при наведении. Сделаем Color. Вот такой. Это практически белый. Немного сероватый. И поставим TDU. Да, вот здесь надо наоборот поставить None. А здесь Underline. То есть, здесь у нас подчеркивания не будет. А здесь будет. Но, конечно же, вы вольны выбирать любые стили. Поэтому не обязательно делать так же, как и я. Я лишь показываю свой вариант. И теперь давайте взглянем, что у нас произошло. Наши элементы меню при наведении меняют цвет фона и ссылку. Как вы видите, все прекрасно работает. Очень даже красиво. Цвет фона, например, можно менять. Как и, в принципе, все другие цвета. Все это очень просто делается. Отступы, границы, рамки. И так далее. А в файле Index у нас всего-навсего 5 элементов Li, внутри которых ссылки. В атрибуте href можно указывать любую ссылку. То есть, на любой документ, на любой сайт. Давайте я вам покажу на примере. Напишу http.2slash.itdoctor.xyz. Сохраним. И теперь попробуем нажать на эту ссылку, номер 1. Мы переходим на сайт IT-доктор. Вы видите, все прекрасно работает. Поэтому вы можете здесь указывать любые ссылки. И у вас все будет отлично работать. В принципе, на этом все, что я хотел вам рассказать сегодня. Я надеюсь, вам был полезен данный видеоурок. И вы узнали некоторые новые для себя вещи. Конечно же, CSS подробнее мы будем изучать далее, как я уже говорил много раз. Ну, а на этом сегодня все. Исходный код этого проекта я приложу под описанием видео. Для того, чтобы вы могли при желании скачать его и посмотреть полностью так. Ну, а вообще, конечно же, рекомендую вам смотреть видео, ставить на паузу в определенных моментах и набирать код вручную. Потому что так вы, конечно же, будете его намного лучше запоминать. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. Делитесь этим видео с друзьями. И до новых встреч в следующих видеоуроках.